Музыка Конечно, обращать на себя внимание роль США в этой кампании предвыборной. Постоянно мелькает фамилия Нуланд. То есть, Нуланд решает, Нуланд продавит, Нуланд даст указания по яценнику. И, в общем-то, такое ощущение, что действительно посольство США в Киеве – это такой некоторый центр силы, который решает многие вопросы и обеспечивает функционированную нынешнюю своеобразную политическую систему, которая сформировалась со временой Украины. Отсюда надо говорить о том, что, в принципе, вот в Москве мы должны понимать, что решающие какие-то изменения не произойдет, потому что эти отношения должны меняться на линии, наверное, не Киев-Москва, а, наверное, на линии Вашингтон-Москва. И там ждать какие-то продвижения и остановка этого продолжающегося кризиса, который, конечно, не остановлен. Некая фиксация происходит расхода политических сил, очень своеобразный такой срез, который тоже вызывает некоторые вопросы, его достоверности. Но такой срез будет, и мы его получим 26 числа. С другой стороны, очень леопытно наблюдать тем, что действительно формируется новое такое украинское этническое государство. Понятно, сейчас идет процесс, очень внимательно я слушал как раз о Партии Свобода, о ее идеологии, которая принимается сейчас практически всеми политическими силами, которые идут на выборы. То есть мы можем говорить о том, что формируется новая идеология украинского государства. Эта идеология, конечно, построена на отрицании всего и русского мира, и русскости, и России как государства, и русского народа, в общем-то, найти более наших властей. То есть вот с этим как-то надо будет что-то делать, как-то с этим или уживаться, или как-то протестовать, не знаю. Но эта вот новая идеология государственная украинская, она не оставляет нам места в этом части нашего континента. Это очень серьезно. И я считаю, что все-таки балансировать на грани войны можно. Вот именно сейчас, в принципе, этим и занимаются украинские власти. То есть где-то принимаются решения, которые выгодны в рамках Минских соглашений, где-то идёт поддавливание полученцев до обстрела Донецка. И, видимо, вот это состояние такое полувоенное, наверное, обеспечивает некоторые манёвры как раз тем силам, которые сейчас практически идут в Раду. Потому что это обеспечивает, можно всё списать на Москву, на Россию, во всё виноват, естественно, Путин. Ну, как в России сейчас тоже, там дождь пошёл, говорят, санкции виноваты. Так и там, там во всё виноват Путин, конечно. И этот момент такой вот как раз балансированной грани войны и в поиске виновного во всех проблемах Украины, начиная от роста цены, кончая отсутствия воды, как вот рассказывает Личко, в общем-то, то вот это, конечно, удручает, но и не оставляет другого выхода, как то, что вот дальше рассматривать какие-то новые факторы, к которым, надеемся, появится в политической жизни Украины.